Приветствую вас. Вы знаете, давайте мы начнем ответ вам со следующих моментов. Момент первый. И, на мой взгляд, самое важное, это то, что вы устали, то, что вам сейчас трудно, тяжело, то, что вы сейчас явно находитесь под давлением всех этих вещей, которые с вами произошли. Вот. И мне кажется, мне кажется, что сейчас вам нужно, правда, сменить обстановку, побыть где-нибудь с кем-нибудь, ну, знаете как, немножечко в непривычной для себя атмосфере, да, скажем так. То есть, нужно, чтобы вы постарались отдохнуть немножко, может быть, привести свои мысли в порядок, знаете, вот, побыть немножко в непривычной для себя атмосфере, потому что слишком уж вы... Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, слишком вы увязли в этом состоянии, вот. А в том состоянии, в котором вы сейчас находитесь, вот. На мой взгляд, вы слишком увязли в нем. И это не позволяет вам увидеть выхода из ситуации. И этот выход заключается в том, чтобы вначале вам с мужем поговорить с будущим, то есть, ну, спокойно, спокойно, по душам, непротяшим, непротяшим поговорить, почему человек поменял свое решение так быстро, почему его применили, вот, а что с ним случилось, да, то есть... Ну, почему он так себя повел, это ведь нужно выяснить, да, обязательно, обязательно нужно выяснить. Потом поговорить с сыном, чтобы как-то вот ему было... Ну, может быть, проще, может быть, как-то легче, да, вот. Чтобы ему было комфортнее, чтобы ему было удобнее, чтобы ему было более, скажем так, более безболезненно. Проживать, если все-таки, если все-таки, придется, ну, переезжать, да, если все-таки придется уезжать, вот. То есть, тут вот важно так сделать, потом обязательно нужно поговорить с обоими, да, чтобы каждый из них, да, озвучил свое мнение, да, свою позицию, свою точку зрения на этот счет, чтобы они пришли к какому-то вот решению, в общем. нужно, чтобы они пришли к какому-то решению оба, в том числе и вы тоже, дабы вам не ссориться со своим мужем из-за этого. Вот и все. Спокойно с каждым поговорите, спокойно с каждым решите вопрос. Все вопросы, которые вас волнуют, решите и все будет нормально. Понимаете? Но это нужно делать, находясь в относительном спокойствии. Я понимаю, что вы сейчас, ну, точно не спокойны, потому что вам тяжело, да, и во всех отношениях, тяжело, трудно и так далее. Вот. Понятно. Понятно. Но и вы постарайтесь понять. И вы постарайтесь понять. что ссорами и криками ничего не добиться, а у мужа явно что-то поменялось. Может быть, после того, как его прооперировали, он теперь понял, что не может справиться с прокормом всех четырех детей. Вот. Может быть, имеет смысл попробовать, попробовать. Может быть, имеет смысл, ну, опять же, только попробовать, да, договориться, чтобы старший ребенок как-то вот, ну, попробовал, может быть, содержать, обеспечивать, там, ну, вот, ну, вашего ребенка, да, когда кто-то появится. Вот. Знаете, какая штука? И в принципе, в принципе, на мой взгляд, да, это важно. Это очень важно. важно, чтобы, ну, чтобы вы как-то постарались вот этот момент разобрать, чтобы постарались как-то его разрешить именно для, ну, для себя. понимаете? Вот. То есть, эээ, ситуация именно такая, да? Ситуация именно такая. И нужно, чтобы вы постарались, постарались найти выход. Ну, а что делать, да? Что делать, если как бы других вариантов нет? Вы же понимаете? Вот. Наверное, наверное, понимаете. Поэтому, поэтому, отчаивайтесь, не надо отчаиваться, вот. Все, в принципе, вполне решаемо, вот. Главное, чтобы было желание что-то делать у вас. И, по большому счету, все, как бы, вот. Понятно, что ребенка вам, ну, уже не получится, да, как-то сделать аборт. Ну, это понятно. Признаться честно, я не уверен, что это выход в любом случае. Потому что, ну, отношения между вами с мужем, да, они уже по большому счету, да, могут быть испорчены. Только из-за этого, только из-за того, что, ну, вот, такая ситуация возникла. И об этом, ну, хоть тоже нужно подумать, как следующее вам, да, то есть не торопиться, не делать резких движений, да. Вот. И все, соответственно. И после этого вам необходимо только лишь правильно слушать то, что вам будут говорить люди, да, то, что вам будут говорить ваши близкие, близкие, и у вас обязательно получится найти выход. Обязательно. Вот. По-другому быть не может. Так что, я думаю, именно так. Такая ситуация у вас. Возможно. 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 На этом, в принципе, я думаю, можно закончить мой ответ. Еще раз примите мои заболевания, касаемо вашей текущей ситуации. Она действительно очень небратская, но вы обязательно переживете это и можете жить дальше. Постарайтесь войти в положение своего мужа на сегодняшний день. Оно у него непростое. Постарайтесь его не обвинять. Сейчас это никому ничего не даст. Хорошего. Ну вот. А наоборот старайтесь его понять. Понять, чего он боится, что ему не позволяет принять решение, да. Что ему не позволяет принять такое решение, а что его заставило отказаться от предыдущего решения, от своего решения. Какие переменные, да. Может быть он раньше, знаете, ну, может быть такая ситуация, что он никогда вашего вот первого сына, да, вот, ну, от первого брака, да, вот, никогда не любил, например. Ну, может быть, вот такое быть, такое, может быть, мне кажется, да. Вот. Вот. У него всегда были к нему претензии, вот сейчас эти претензии проявились, например. Вот. То есть вы, если будете агрессировать, да, сейчас, вы добьетесь только его отдаления. Вот. Если вы этого не хотите, то, я думаю, нужно действовать более деликатно, вот, и постараться понять, что ваш муж хочет. Вот. Вот. Жаль, вы не написали сколько лет вашему ребенку, вот, жаль, ага, вы не написали сколько лет. Вашему малышу, да, то есть вот, ну, не сказали сколько ему лет, вот, старшему. Можно, ему нельзя уже работать как-то вот самостоятельно делать какие-то вещи. То есть вот так это обычно рассматривается, да. Вот. Ну, я думаю, я думаю, что, значит, я думаю, что, в принципе, еще раз повторю, что все можно решить абсолютно. Все, все, главное, чтобы у вас, ну, были вот для этого ресурсы. Главное, что у вас были для этого ресурсы, у вас были для этого силы, вот, и, в принципе, все будет здорово. Вот. На этом все. Надеюсь, помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите, пишите в личку, буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.